Брошены на произвол судьбы, так говорят о себе жители Циолковского 129. Многие годы пятиэтажка была общежитием и принадлежала Воронежскому авиазаводу. А несколько лет назад приобрела статус многоквартирного дома. Но ни одна из управляющих компаний, которые, по словам местных жителей, меняются здесь со скоростью света, не содержат жилье в надлежащем состоянии. В леубережных трущобах побывала наша съемочная группа. С виду обычная пятиэтажка, каких в городе немало. Впрочем, внутри бывшее общежитие ВАСО назвать домом, если и можно, то с большой натяжкой. К комнатам и коридорам у местных особых претензий нет. Может, потому что поддерживают их в порядке самостоятельно. А вот помещения общего пользования больше похожи на руины. Парит из подвала, опять там что-то где-то прорвало, плесень висящий, провода, электрика. Окно вот у нас в таком вот состоянии. Лестничные пролеты с обшарпанными стенами, разбитые окна, плесень везде. На площадках черная, в душевых сказочно изумрудного цвета. Болотных ароматов не выдерживают ни люди, ни техника. От местной турецкой бани объектив камеры мутнеет, а маленькие и большие жители, которых здесь порядка трехсот, бесконечно болеют. У меня трое детей. У нас и плесень уже и в доме по стенам идет, потому что это сырость подвала, там и трубы невозможны, там и вода стоит. Все это в доме, естественно, для здоровья детей очень опасно. Уже обрабатываем всеми средствами, невозможно просто жить. Ну и холодно, все сдувает, все открыто, балконы все неплотно не прикрываются, окна тоже током все. Ну и по этажу гуляем, как ветер гуляет. Поэтому постоянно болеем. То, что могут потянуть финансово, жители чинят сами. Меняют краны или лампочки, вызывают сантехника, если забился туалет. Но если речь идет о глобальном, бессильны. Как было с водопроводом. Говорят, четыре месяца сидели без воды. И с затопленным подвалом, где и сейчас растут грибы и летают насекомые. Правда, после обращения в мэрию к дому все же приехали сотрудники РВК. Раскопали траншею, заменили трубы. На этом дело забуксовало. 10 ноября приехали нас переключать на другую линию водоснабжения. Раскопали траншею перед домом. Со своей стороны сделали все, что можно было. Проложили трубу, все-все. Осталось дело за малым. Это подключить именно наш дом к этой новой линии. У них это не выходит, потому что управляющая компания не хочет выкачивать воду. Работники РВК не могут залезть к нам в подвал из-за этого. Из-за того, что там стоит вода. А ничего не говорят. Одни отписки. Одни отписки. Вот рассмотрели все, прочитали. И ничего не говорят. Не приезжают, не делают. Естественно, мы платим. У нас коммунальные бешеные. Я вот за 18 метров, за двоих сейчас прописанных, у меня вышло 7 тысяч коммунальные. 7 тысяч. Вот это ум непостижимо просто. За что мы платим такие деньги? Заставить ответить на многочисленные вопросы управляющую компанию, говорят люди, за несколько лет так и не смогли. Тем более, что меняются УК так быстро, что здесь даже не успевают запомнить их название. Помочь попросили региональное отделение Общероссийского народного фронта. Несмотря на то, что жители неоднократно обращались в органы власти, в том числе и в ГЖИ, изменений это не принесло. Ситуация ухудшается буквально на глазах. Но вы сами видели, что дом находится в ужасающем состоянии. Уже возникают вопросы, могут ли люди спокойно, без угрозы для здоровья в нем проживать. На сегодняшний момент мы обратились и в прокуратуру, и в следственный комитет с просьбой разобраться в сложившейся ситуации, привлечь к ответственности управляющую компанию и тех должностных лиц, которые не оказывали должное внимание обращением жителей. Теперь жители Циолковского 129 снова в ожидании. Они мечтают, что у их пятиэтажки появятся реальные управленцы, которые пусть не сразу, но приведут разваливающуюся общагу к тому, что можно будет называть жилым домом.